Эта гора мусора за моей спиной крайне хорошо характеризует безответственных отдыхающих, но уже сегодня ее не будет, а все благодаря экоактивистам проекта 360. Они приехали на субботник на озеро Гусиное в местности гора Убиенная. На самом деле очень много, потому что, ну, еще учитывая, как он здесь находится, то есть больно становится учиться. Здесь очень много отдыхающих. Когда в жарке, самые жаркие, несколько тысяч автомобилей, очень много отдыхающих. И получается, мусор, да, здесь нету рекреационной зоны. 360 – это всероссийская экологическая акция от основы на Олегом Дерипаско энергохолдинга «Н-Плюс». В стране она проходит уже в 13-й раз. Бурятия в рядах проектов второй год. Они сегодня оплачивают все необходимое для того, чтобы мы собрались и сделали доброе дело. Это проезд волонтеров, это питание волонтеров, это все необходимое для того, чтобы люди чувствовали себя в любую погоду. То есть это промо-одежда, это перчатки, мешки. Все то, чтобы сделать так, чтобы мы на достойном уровне провели это мероприятие. Акция собрала почти 100 экоактивистов на горе Убиенная не только из столицы республики, но и Селингинского района. Самому молодому волонтеру 7 лет, самому возрастному 70. Принимают участие из района администрации района, администрации города Гусиньевс, администрации поселения Загустарь, сами работники. Простые жители, которые услышали об акции, они тоже приезжают сюда. Все места в Бурятии, они имеют свою красоту, свою значимость и свое богатство. И те жители, которые проживают на этой земле, они просто обязаны беречь свою родную землю. За несколько часов продуктивной работы волонтеры собрали почти 7 тонн мусора с горы Убиенная. Только вот мы, люди сами, мы ответственны за сохранение природы. Я вот благодарю компанию «Эн-Плюс» за то, что пригласили принять участие в акции «Волонтер-360». Эко-акция «Триста шестьдесят» проходит не только здесь, на Гусином озере, но еще и в Усть-Буркузине, а также в нескольких городах России. И все это при поддержке энергетической компании «Эн-Плюс». Антон Симонов, Жоргал Дороднеев, телекомпания АТВ.